всех приветствую продолжаем рассматривать работы и описание к этим работам по книге великие музеи мира. Эль-Греко. Святой Людовик, король Франции и Паш. 1592-1595 годы. Холст масла 120 на 96. Доминика Тетакапулли, прозванный Эль-Греко, родился на острове Крит. Во второй половине 16 столетия он перебрался в Италию, откуда в 1576 году уехал в Испанию, где прожил до самой смерти. В полотнах мастера субъективизм в мировосприятии преобладает над реальностью. Как правило, герой его картин оказывается помещенными в реальные загадочные миры. Эль-Греко часто изображал святых. В образе Пажа для этой работы художник запечатлел своего сына Хорхе Эммануэля. Фигура Людовика IX, канонизированного католической церковью в 1297 году, выполнена в характерном для него манере с вытянутыми пропорциями, словно устреленными вверх к Богу, подчеркивая высоту духа изображаемого человека. Печальный глубокий взгляд прекрасных темных глаз на худом лице, выделяющимся своей бледностью в общем колорите работы. Говорит о глубокой внутренней жизни Людовика. Вот такое описание к работе Эль-Грека. Святой Людовик, король Франции и Паж около 1595 года. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok